Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор». Говорим мы о проблемах зависимости каждую среду в этой программе. Я Анна Смирнова и сегодня мы поговорим с вами в том числе об игромании. Мой сегодняшний гость – выздоравливающий игроман. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Добрый день. Добрый день. Потому что алкоголь, наркомания. Человеку это сложнее скрыть. Потому что есть какие-то визуальные признаки. И когда человек пьет, он алкоголик. Люди понимают, что он алкоголик и не говорят, что у него нет воли бросить алкоголь. Они ему говорят, но есть же способы лечения, тебя же можно вылечить. Но когда я как игрок признаю человеку, что я зависим, что это заболевание. Люди начинают говорить, ну ладно, какое это заболевание. Это вот одно из распространённых мнений, как вот и женщина говорила, что это вроде как слабость характера. Ну да, отсутствие какой-то силы. На самом деле, на самом деле, так же как при наркомании, так же как при алкоголе, алкоголизме, у азартно зависимого человека в мозгу происходят химические процессы. Это всё основано на нашей биологии, на нашей химии. И спасибо нашим врачам, сейчас признали официально, что это является заболеванием, которое можно лечить, которое нужно лечить. Причём, если брать три зависимости – алкоголь, наркомания и азарт, то азарт – самое сложное по лечению. То есть человек должен практически всю жизнь контролировать себя. Потому что алкоголь, наркомания, можно вылечить химией. Опять же, не всегда поддаётся лечению, если мы говорим о каких-то кодировках условно, то многие считают, что это не самый эффективный метод. Согласен. Кодировки, что в предыдущих двух случаях, там алкоголь, наркомания, что в азарте, в азарте они практически не работают. Если алкоголь, наркоман, алкоголик-наркоман, если он этого хочет, да, и в мозгу он понимает, что его закодировать ему нельзя, у него стоит какой-то психологический барьер, то зависимый игрок, он понимает, что этот барьер – это фикция. То есть это не работает. Даже если я хотел там бросить, ну, перестать играть, с супругой ездили к одни, ну, к знахарям, да, всё, ходили в нейрологический диспансер, там я общался с врачами, там, чтобы сделать гипноз, там мне врачи сказали просто, да, пожалуйста, платишь, плачу определённую сумму, прихожу к врачу, он меня гипнотизирует, со мной работает психолог, каждый визит я оплачиваю, мне выписывают лекарства. С одним «но». Да, эти лекарства помогут, но в 95 случаях, процентов, да, с зависимым игроком человек просто становится овощем. У него пропадает, у человека пропадает все желания, там, ничего не хочется, он просто овощ, но он не играет. Выбор – стать овощем и не играть, или искать другой выход. Вопрос выздоровления личности, наверное, да, а не подавления её с помощью медицинских каких-то препаратов. Да, это больше подходит, что вот выздоровление личности. Поэтому очень часто сталкиваю, ну вот я тоже сталкивался, не у всех, но у многих, люди просто не воспринимают это как заболевание. Давайте примем звонок, сейчас радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, а я на счёт азарта, зависимость от азарта. Азарт не обязательно должен заключаться в том, что нужно играть на деньги. Если нужно заменить азарт игры на деньги, на азарт, к примеру, игры онлайн, условно говоря, в шашке без денег в клубе, шахматы, онлайн-стратегические игры, там, где нет денег, но есть азарт. Вот почему таким путём не пойти. И химическая реакция та же самая, но нет материального ущерба. Да, спасибо вам за этот комментарий. Возможно ли такая альтернатива, кстати? Я вам скажу, что да, возможно, это альтернатива. По той причине, я так говорю, что у меня был момент в жизни, когда я, наверное, года полтора-два я подвисал на всех игровых сайтах, играл на фантики. Ну, онлайн. То есть бесплатно, там эти все фишки бесплатные, всё. Но постепенно, когда всё это играется, там же тоже идут какие-то выигрыши. Какие-то бонусы, скажем так. Бонусы, да, виртуальные. И человек, ну вот я, например, постепенно понял, что у меня нет той эмоции, которая мне нужна. То есть у меня есть эмоция, да. Там были все звуковые эффекты, все визуальные эффекты, всё то же самое. Но у меня не было визуально, ну, не было той эмоции, которую я получал от того, что я нахожусь в этом помещении. От запаха, от общения с такими же, как и я. От каких-то там звонов, звуков определенных. То есть да, это как альтернативу можно использовать. Но если человек азартный, как правило, всё равно со временем переходит на более реальные. Даже онлайн, даже в интернете, там, оффлайн, онлайн, всё равно получается, что люди, я знаю людей, которые заблокировали свои карты, отдали свои карты, перепоручили финансы, да. Потому что они в онлайн тоже играли спокойно, не делая там ничего такого страшного, на фантике. Потом эти фантики. Поступило предложение, а вот давайте вы вот приобретёте вот такую-то, такую-то сумму, да, и вам будет счастье. Срабатывает щелчок, хлоп. Но они же предлагают мне, опять же, минимальную сумму им заплатить. Но я же не думаю на будущее, что потом сумма вырастет. Сейчас они мне предлагают это. Да, может быть, они мне дадут какой-то там, какой-то выигрыш. Потому что всё это контролируется. Все эти программы, они все контролируются, и людям специально подкидывается в определённый момент, когда человек уже полностью созрел. Но сегодня игровые залы, несмотря на то, что от азартной зависимости страдают и умирают люди, в том числе зачастую, всё-таки они воспринимаются обществом как такой способ развлечения. Есть такая проблема, на ваш взгляд, или же нет, что игровые залы некоторые рассматривают как такое безобидное времяпрепровождение? Поначалу да, как правило. Как мы говорили о том, что поначалу человек это воспринимает как развлекаловку, как развлечение. В том случае это было и в моей ситуации. Мне просто мой товарищ предложил пойти развлечься. То есть с чего всё началось? Да. 23 года вы в зависимости. Вот, и с этого всё началось. И поначалу, да, люди воспринимают как развлечение, но очень небольшой процент людей, которые продолжают это воспринимать как развлечение. Люди продолжают, ну, если они продолжают посещать заведение, они уже не воспринимают это как развлечение. Потому что выигрываю, отношения. Я, когда заходил в заведение, я чувствовал себя королём. Всё предназначено для меня. Вот я вошёл, чай, кофе, сок, алкоголь, пожалуйста. Всё для меня. Хочу покушать. Да, пожалуйста, у нас есть покушать. Вы можете покушать, всё хорошо. То есть вы чувствовали себя по-домашнему так? Не то, чтобы совсем по-домашнему, но я чувствовал себя комфортно. Вот это вот чувство комфорта, оно тоже играет свою роль. И ведь весь этот персонал обучают, как людей вот так вот затягивать, чтобы они чувствовали себя. То есть, получается, я прихожу, я прихожу, ну, не в семью, а к друзьям. Ощущение какого-то такого уюта. Да. Родного уюта. У нас ещё есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте. Добрый день. А это я по второму звоню. Ну да, есть такой момент, что этот самый всё для себя, чувствовать себя королём. Так я именно о том и говорю, что азарт нужно испытывать не от того, что ты король и жизни всё тебе подчинено. Да, найти, действительно себя перенаправить на то, что ты умнее не заведение того, кто тебе этот самый предлагает на деньги играть. А у меня, условно, тех партнёров с кем-то в онлайн, там... А у вас есть опыт? У вас есть опыт таких игр? Есть, есть, есть. И в шахматы, и в шашки, и всякие разные другие. Легко перенастраиваться. Нужно быть нормальным человеком. Ну, то есть вы, простите, вы именно перенастроились? Вы именно перенастроились или же... Да, 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 да. То есть перенаправили свой интерес? Не быть жадным, да. А именно искать вообще в том, что ты умнее соседа, а не системы этой всей. И всё будет нормально. Азарт очните в другом, да, и химическую реакцию получите, удовольствие эту самую, и всё будет хорошо. Да, спасибо вам, что вы позвонили. Вот эта история, как радиослушатель рассказал, что ты умнее соседа. Интеллектуальный момент какой-то, вот, в момент, опять же, игры в азартные игры, да, он возникает, этот интеллектуальный поединок, какое-то чувство, что ты можешь превзойти тот же, я не знаю, автомат. Автомат? Да, да, да. Ну, какой-то... Тебе известно, чтобы победить казино, нужно купить казино, это единственный вариант. Да. Или взорвать его. Как вариант. Поначалу, да, возникает такое ощущение, что, ну, блин, ну, я же далеко не глупый человек. Я же понимаю, что вот я вот сейчас, вот у меня своя система, у меня своя программа, которая вот я сейчас проверну, и я выиграю. Это потом приходит осознание того, что, в принципе, морально деградируется умственно, да. Потому что мысли работают в другом направлении, а что-то отдельное, это уже другое. Механическое. Да. У меня и соседа, но это не то, что нужно доказывать. Ну, хорошо, у меня есть сосед, мы замечательно общаемся, но мы не делаем того, что там я умней или он умней. У каждого свои интересы. В шахматах, ну, да, хорошо, я выиграл, но это не то. Это не то ощущение азарта. Да, шахматы, шашки. Я могу замечательно, вот буквально, когда в понедельник мы с супругой и с внуком ездили в парк развлечений, как он называется, ну, неважно это название парка, а вот игра, это с пластмассовыми клюшками и мечами, типа не с квоша, а как-то, ну, типа хоккей на траве. Там была такая площадка, да, мы с внуком, ему 4 года, мы замечательно носились вдвоём по этой площадке, я получил такой всплеск всего вот этого адреналина, которого мне не хватало. И в тот же момент я понимаю, что, ну, вот этот адреналин, вот этот кайф, супер, я получил свою эмоцию. Причём получил удовольствие, не затратное. В другой момент я могу получить удовольствие, тот же самый азарт, когда я что-то вот делаю. То есть я не... Ну, как, у нас говорят, что... Извините, вернусь к человеку, что он сразу... Можно делать виртуальные ставки там без денег. Но в нашей программе есть один пункт. Не делать ставки, не заключать пари, даже если ставка равна цене чашки кофе. Даже если это виртуально. То есть минимально, даже минимальные какие-то взносы. Вообще, даже не заключать пари, ни за себя, ни за кого-то. Но это согласно программе «12 шагов» анонимных агроманов, которые сейчас говорили, наши радиослушатели, по всей видимости, какими-то своими способами, ну, то есть не участвовали в этой программе. Многие люди своими способами. Но я говорю, что вот наша программа, и она помогает, если ей следовать. Я напомню, телефон напрямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, можете звонить и подключаться. Пишите в WhatsApp'е 230-6191. Какой суммы было достаточно для того, чтобы играть? Была ли у вас в момент вашей зависимости граница какая-то суммы, которую вы были не готовы проиграть? Граница суммы, которую я не готов проиграть? То есть какой-то потолок, что вот дальше я уже не пойду. Такого не было. Нет. Чем, сколько я могу найти денег на данный момент, столько будет проиграно. Минимальная сумма, ну, это та, которую принимает железный ящик этот. Ещё у нас есть звонок. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Мы хотим чуть получше вас слышать, а вы, кажется, очень далеко от микрофона. Если можно чуть поближе. Да, мы слышим вас. Да. Почему-то всё пропадает. Вы нам, возможно, звоните через интернет. У нас какие-то перебои со связью. Если можно, перезвоните нам, пожалуйста, и мы выслушаем вас. Я напомню ещё раз телефоны прямого эфира. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Вы подсчитывали, сколько всего, какой финансовый ущерб у вас за время своей зависимости, 23 года? Пытались как-то это всё обрамить? Да, я примерно, ну, ещё находился в зависимости. Я примерно, ну, не сумму, скажем так, я подсчитывал эквивалент того, что я проиграл. То есть на тот момент, ещё находясь в зависимости, у меня был проигран хороший дом с хорошим участком, со всеми устройствами, хорошая машина, хорошая фирма. Нет, дома у меня не было. Просто говорю, это эквивалент того, что я проиграл. Хорошую машину, отдых где захотел. То есть эквивалент этого – это вот такое. То есть то, что считается у нас достатком и всё прочее. Дом, фирма, машина, отдых, счастье семьи. В принципе, самое большое, что я проиграл на тот момент – это отношения с людьми, счастье семьи, то, что я им мог дать. Я давал семье, но минимально, потому что мне же надо было сэкономить. Вот это была проблема, чтобы дать семье. Сейчас, конечно, у меня налаживаются отношения с моими родными, мы общаемся с детьми, мне доверяют внуков. Это огромное счастье. Вы с ними играете? Ой, это супер, и с младшим, и с старшим. Изначально я боялся даже с ними играть. Когда ребёнок предлагал, деда, давай сыграем в какую-то настольную игру. У вас было ощущение, что это какой-то риск для вас? Особенно, что связано было, там, бросать кубики, там, да, вот, или что-то. У меня сразу в голове начинало там ассоциативное мышление, что вот этот хлоп-хлоп, нет, давай в другой раз, в вашем другое поиграем. А теперь? Сейчас я свободно к этому отношусь, спокойно, то есть у меня мозг уже перестраивается, и я могу спокойно к этому относиться, вот, не переживать. Ну, опять же, наша литература, опять же, вот, заходя на нашу интернет-страницу, общаясь там с нашими, у нас есть свой интернет-сайт в интернете. Если можно, я озвучу нашу страничку. У нас он звучит as.org.lv, там вся информация по нашим содружествам, по нашим событиям. Сейчас у нас намечается, скажем так, ежегодное большое такое мероприятие, это наш летний лагерь. То есть на три дня мы уезжаем за пределы Риги, ну, кто хочет, да, потому что, опять же, мы сами это все оплачиваем. Вот, кто хочет, едет, там проходят собрания, там проходят спортивные игры, там проходит общение, можно с семьей поехать. Это, как правило, это выбираются места на берегу, где можно искупаться, ну, в зависимости от нашего лета, что она нам преподнесет. Вот. И сейчас мы вот, наша организация с этим, содружество наше с этим работает и выбираем место, где, что и будет, когда. Сейчас небольшой перерыв сделаем, потом мы вернемся и продолжим, в том числе и продолжим принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем, это программа «Выбор». Говорим мы сегодня об игромане. У меня в гостях выздоравливающий игроман. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Еще раз здравствуйте. Напомню, телефону прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и номер в WhatsApp 230-6191. Вы можете звонить и писать, задавать вопросы и высказывать какие-то комментарии и реплики. Но вот до перерыва вы говорили о том, что главное, что вы проиграли, наверное, в тот период своей зависимости 23-летней, это то, что это общение с близкими, с окружением и с семьей, наверное, да, то, что вы им не додали в период своей зависимости. Один из моих гостей, выздоравливающий игроман, он был буквально недавно у меня в программе, он говорил о том, как менялось его окружение и как друзья отворачивались от него, потому что он проблемный. Приходилось вам с таким сталкиваться? Ну, у меня немножко. С вами не хотели ни денег. У меня немножко другая ситуация, потому что как таковых друзей у меня не было. У меня были знакомы, у меня были товарищи, да, многие отвернулись. Но самое интересное, что человек, с которым я меньше всего общался, я не считал его там своим другом, просто знакомец, да, когда-то работали вместе. Он был первый из тех, кому я признался в том, что я зависим. Почему так произошло? Мы стояли, курили, разговаривали и просто зашел об этом разговор. Он не игрок, он далек от этой проблемы. Зашел об этом разговор, я ему признался. Вот тогда я понял, что я могу разговаривать об этом с людьми, потому что он настолько адекватно это воспринял. И что он вам сказал? А он сделал попытку разобраться в этой проблеме, почему я это делаю, для чего я это делаю. И он мне предложил сделать такую попытку. Я уже ходил тогда в Содружество. Мы с ним поговорили, пообщались. Он даже не то что разобрался, он попытался понять вот это все. В итоге он сказал, что я этого не понимаю и мне сложно понять. Но он не отвернулся, мы периодически встречаемся, общаемся уже совсем на другие темы, на другие вещи. Но многие, конечно, отворачиваются, когда узнают, что или есть зависимость, или был зависимый. Но в большинстве случаев я сталкиваюсь с теми людьми, которые воспринимают адекватно. Вот я уже приводила этот пример как раз к сказанному вами, ремарка «Жизнь взаймы». И там как описывается вот это рассуждение о том, что в больном всегда будет что-то отталкивающее для здорового, но и здоровый может быть вульгарным для больного. В этом смысле цит и голодному не товарищ все-таки. Потому что мы говорили в том числе об этом и с психиатром, который приходил в нашу программу. И он как раз, наверное, признал то, что с медицинской точки зрения он пытается разобраться в голове, в мыслях зависимого, но в то же время по-настоящему понять его он все-таки не может. Потому что сам через это не прошел. Я согласен. В принципе, это относится не только к игровой зависимости, это к любой зависимости. Человек, который не прошел через это, он никогда не поймет. Ни меня, ни алкоголика, ни наркомана, потому что он не понимает саму суть вот этого действия. У него другие проблемы. Мы в нашем Содружестве пытаемся привести себя, как сказать, в нормальное состояние. Но, сказать честно, я в последнее время понимаю, что состояние нормальности в наше время относительно. Потому что у каждого человека свои тараканы, у каждого человека свои какие-то там заморочки, в которых он крутится, вертится, живет. И многое... То есть какого-то такого единого критерия того, что такое нормально в вашем Содружестве, в том числе, не существует. Но тут, наверное, смысл в том, чтобы принять индивидуальность каждого, может быть? Возможно, возможно, что... Такая демократия. Ну да, потому что у каждого... Таланты каждого могут быть проявлены. Да, у каждого есть свое, и у нас нормальность, понятие нормальности – это одно. У другого человека понятие нормальности – это совсем противоположные качества. Например, когда я находился в зависимости, я считал себя абсолютно нормальным. То есть я считал, что я адекватный, я умный, я сильный, я могу. Но в то же время я понимал, что в моей жизни ложь, обман, какие-то махинации, какие-то придумывания каких-то там невероятных ситуаций – это разное. То есть, ну, сложно понять, что такое привести себя в нормальное. И действительно, простому человеку сложно понять, не побывав в этой шкуре. Но не советую никому в этих ситуациях быть. Потому что я знаю, что вот у меня был человек знакомый. Ну, почему был он и сейчас есть, правда, я давно уже не видел. Он старше меня, на приличный возраст. Вот у него была зависимость алкоголь. Получилось так, что родные его закодировали на 10 лет. Когда мы познакомились, он был уже закодирован, он не пил. Замечательный человек. Золотые руки, умная голова. Рыбак, вообще, он никогда не приходил без рыбы. Мы ловили рядом, у него рыбы, у меня нет. Ну, вот не знаю, как получалось. Но. Искусство рыболовства. Да, в итоге оказалось, что все 10 лет человек жил мыслью о том, что вот 10 лет пройдут, у него кончится кодировка, и он выпьет. То есть, это такой дембель. Да. И когда прошло 10 лет, и когда я первый раз увидел, как его на руках тащат домой, я говорю, подождите, давайте вызовем скорую, человеку плохо. Мне сказали, нет, у него кодировка кончилась, он напился. Так же и с азартными игроками. Человек может, я могу находиться вне игры, вне азарта, и там 4, и 5, и 10, и 20 лет. Но в какой-то определенный момент все, что угодно может щелкнуть в мозгу. Все, что угодно может произойти. Это может повлиять, там, поругался в семье, это может повлиять какая-то жизненная ситуация, там, проблемы на работе или что-то. И мозг выдаст информацию о том, а помнишь? Как было хорошо. Как было здорово. И это может сработать, я могу снова уйти в игру. Ну, я не сделал это по той причине, что сейчас у нас более жесткие законы, слава богу, да, спасибо нашему государству. У нас этот запрет можно написать, чтобы не пускали в заведение. И он работает? Да. Самое смешное, что я даже вот не могу туда зайти не только для того, чтобы поиграть. Я не могу купить элементарно сигарет, попить там чего-то, да. Не в эфире сказано, я не могу зайти туда даже в туалет. Меня просто не пустят, потому что стоит запрет. Это тоже работает. И ты, кстати, когда написал запрет, это в моем больном мозгу, щелкнул очередной выключатель, который так хлоп, все, парень, попал. Не можешь туда войти, и все, и нечего об этом даже размышлять. Потому что все равно, сколько бы я ни находился в чистоте, я все равно, находясь в городе, еду куда-то с семьей или что-то по делам. И вот когда проезжаете мимо казино, какие-то эмоции? Какие чувства? Это есть ассоциации, может быть, какие-то связанные с тем, что было? Поначалу я видел только вот эти вот вывески. Казино, 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 игровое заведение, Лами Тауэр, там, да, все это. И пытался, отворачиваешь голову в одну, отворачивал голову в одну сторону, взгляд упирался в другое. Отворачивал голову опять, опять заведение. Со временем постепенно я стал замечать, что у нас куча магазинов, кроме заведений. У нас есть замечательные кафешки, где можно посидеть. У нас есть замечательные места, музеи, где можно погулять. У нас есть кинотеатры, мы сейчас с супругой регулярно ходим, посещаем кинотеатры. Здорово! И уже меньше стал обращать внимание на эти все вывески. Хотя их очень много. Но даже если я их замечаю, уже нету того всплеска, который эмоций. Блин, вот заведение, ай, 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 а я с супругой, блин, как бы мне вот хоть на минутку, хоть на секунду заскочить. Вырваться. Уже нету этого. Я спокойно прохожу, я понимаю, я даже вижу там, жалюзи не всегда закрыты полностью. Я вижу, и мне жалко становится людей, которые вот выходят оттуда, заходят туда. То есть вы чувство сострадания испытываете? Чувство сострадания, да, потому что я через это прошел. У нас была ситуация, когда, ну, у меня супруга работала допоздна, я шел встречать ее с транспорта, и передо мной шли молодые люди, ну, может, лет 19-20. И они с таким самозабвением обсуждали заведение, какую игру они будут играть, сколько они поставят, а почему в прошлый раз не получилось. Я иду и думаю, боже, вот это же я. Вот это я три года назад. Я шел, думал об этом. Я супруге рассказал, она говорит, а что ж ты не подошел к ней, мне не сказал? Что есть такая вещь, такое содружество. А стоило подойти, как вы считаете? Нет. Нет. Человек, это выбор человека, человек должен сам понять, что нужно сделать, что это проблема. С другой стороны, ведь бывает такое, что в жизни что-то дает ускорение к этому? Какой-то момент, какая-то встреча. Я не знаю, иногда мои гости рассказывают о том, что им случайно оставляют визитки, анонимных содружеств, каких-то групп поддержки, где они потом находят эту помощь. Согласен, да, может быть, но есть два момента, даже не два, три момента, когда это не сработает. Первое, это когда человек идет в заведение. По той причине, что человек в этот момент настроен, целенаправлен. И если я к нему подойду, ну это то же самое, что на улице подойдут свидетели Ягову, или еще кто-то с какой-то пропагандой, и вот эти проспекты раздают. Просто отмахнулся и пошел. В лучшем случае меня пошлют, в худшем я получу в лоб. Когда человек выходит из заведения, его лучше тоже не трогать. По той причине, что человек, как правило, оставил там много денег. Ну, хорошо, если не все, что у него было. И на тот момент у него мысли, блин, опять все проиграл, опять отмазываться перед семьей, если есть семья. Опять выкручиваться. Человек уже думает о другом. Если я подойду, скажу, вот у меня есть вот такая вот возможность, он меня даже не то что не услышит, он меня не увидит. И третий такой подпункт, это когда человек находится именно в заведении. О чем я говорю ему? Он сидит, он там играет, у него там неважно, выигрыш, проигрыш, у него там эмоции. И тут я подхожу, знаешь, парень, тут есть такое содружество, мы поможем решить тебе твою проблему. Да у него нет проблем, он счастлив. То есть вот эти три момента, когда к ним лучше не подходить. А учитывая, что на тот момент там шло трое молодых людей, и я бы подошел к ним с этим вопросом, я говорю, в лучшем случае меня бы послали. Мне бы сказали, дядя, ты вообще кто? Что тебе надо от нас? Да, что касается тех, кто ежедневно, наверное, наблюдает, в том числе и зависимых людей в игровых залах, вам ведь приходилось взаимодействовать с теми, кто работает в казино, и вот эти люди, они видят зависимость своих клиентов, но наверняка догадываются, что те деньги, которые они принесли сегодня, это заложенный в ломбард телевизор, или может быть золото, или еще какие-то серьезные вложения, не знаю, там разбитая копилка ребенка, которую ребенок собирал несколько лет. А какая у них реакция на очевидно зависимых клиентов? Может быть, где-то внутри они сочувствуют. Я общался и с барменами, и с охранниками, и они понимают, мне говорили, что ты же понимаешь, что ты же все равно не выиграешь. Сами бармены говорили, что уже не один год общались, они знали, что я все равно вернусь. Я говорил, да, я понимаю, но это мой выбор, этого я хочу. Их специально, у них есть специальные курсы по общению с такими людьми. Казино. Все вот эти крупье, бармены, они проходят специальные курсы, где их обучают, как общаться, как преподносить человеку нахождение в этом заведении. Вот я ранее говорил, что я чувствовал там, хочешь поесть – на, поешь. Хочешь попить – на, попей. Хочешь покурить – на, можно и это найти. Все, что угодно можно найти. То есть они улыбаются, они общаются, они смеются с тобой, что-то подсказывают. Зачастую многие охранники подходят к игрокам не потому, что сказать, чтобы там перестань, не надо. Они подходят и говорят, слушай, вот здесь сегодня выиграли столько-то, не лезь. А вот этот рядом, в него уже там 3-4-5-6 дней, неделю, в него уже только вкладывают, 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 он должен отдать. То есть они действуют на подсознание для того, чтобы я перешел там в другой аппарат. Хотя я понимаю, что, понимал тогда, что это просто замануха. Просто они, их обучают, как взаимодействовать. Может быть, внутри они понимают, они, может, приходят домой и говорят, блин, какие несчастные люди. Вот просто вот может это как-то вот вне работы. На работе они ничего не показывают, по ним непонятно. Еще у нас есть звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мне вопрос такой. Вы же бывшие, зависимые от игр. Это же ваша, как волшебная карта, с которой вы можете подойти к человеку и сказать, знаете, я же откуда пришел. И ваши рассказы, ваши свидетельства о том, как вы это прошли. И что это больше, нежели, вы сказать, действия твоего, ну, ацетата вообще. Да, спасибо вам. Ну, это вот как раз характеризует то, что я говорил, да, что человек не может понять толком. Да, я могу подойти. Вопрос в другом. Хочет ли меня услышать человек, который идет туда или выходит оттуда? Я же, когда иду по улице, я же вижу, вот это пьяный. Да, я могу ему подсказать, что есть такие вот анонимные алкоголики. Это идет наркоман. Я могу ему сказать, что есть лечебница от наркомании. Но я не могу определить по внешнему виду, что идет игрок. Он идет, он может там с кем-то идти общаться, улыбаться, и в тот же момент он попрощается. И как вот у меня много раз было, что я, все, давайте пока, я пошел, захожу, смотрю, чтобы никого не было, и туда. И заглядываясь. Да. То есть игрока можно увидеть тогда, когда он туда заходит или выходит, или находится там. Поэтому вопрос в другом, не в том, что могу ли я, что у меня есть золотая карта, как сказал человек, что вот я могу подойти и сказать, хочет ли человек меня услышать, достиг ли он того своего дна, о котором мы уже говорили там ранее. Ну, от которого, как правило, необходимо отталкиваться, чтобы выбраться. Как правило, эти люди, они не хотят этого слышать. Они не хотят понимать, что вот им дается спасательный круг, да, вот как утопающему. Я вот там взял, кинул ему спасательный круг, он уцепился, я его вытащил. Здесь человек, я говорю, что в лучшем случае он отмахнется. Все, отстань, ты не что-то ко мне лезешь. Вот в чем дело. Потому что игроки, ну, зная себя, ну, по своей ситуации, я могу сказать, что я был настолько скрытен, что у меня даже, даже мои самые близкие люди, которые видели меня каждый день, целый день там, да, они даже не догадывались о том, что я играю. Потому что находилась куча отмазок, куча отговорок на все. Поэтому, и если бы ко мне, вот я ставлю себя на место этих людей, да, если бы ко мне в тот момент кто-то подошел, я бы ничего ему не сказал. Я бы просто развернулся бы и ушел. Я уже рассказывал, что вот сын мой, младший сын нашел мне адрес и телефон Содружества, да. И смотрите, что произошло. Он мне нашел это, да. Но я его положил на полочку и еще полгода я продолжал себя загонять. Так вот и получается, что я на тот момент не хотел этой помощи. Я не хотел получить то, что мне кинули спасательный круг. Мне нужно было достичь дна. Я оттолкнулся и начал всплывать. Слава Богу, сейчас уже почти всплыл. Сейчас уже просто поддерживаю себя на плаву. Еще у нас есть звонок, мы слушаем вас. Да, сорвался у нас звонок. Перезвоните. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. И можно также писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Но все-таки вот возвращаясь к тому комментарию нашего радиослушателя, пройдя этот опыт, как вы считаете, есть ли те слова, которые могут, ну скажем так, если вы знаете, да, что этот человек зависим, и это там очевидно, это ваш знакомый, или вы, ну, по каким-то причинам распознали его, да. Есть ли какой-то способ отрезвить зависимого? Опираясь на свой собственный опыт, рассказать свою историю. То есть в данном случае есть ли шанс как-то повлиять? Может быть, даже если пока еще зависимый не достиг этого дна. Пока еще даже до конца не осознал. Очень маленький. Очень маленький. Потому что для того, чтобы... Да, я могу найти слова. Я могу рассказать свой личный опыт. Но для этого человек должен иметь желание услышать то, что ему говорится. Потому что вот я знаю по нашим собраниям, когда мы приходим, к нам приходят новички, иногда это бывает, что их приводят родные люди, там, семья. Что происходит? Человек пришел. Если присутствует кто-то из родных, хотя у нас это не разрешается, человек отбыл два часа своего наказания. Все. Они пропадают. Их больше нету. Они не приходят. Бывают моменты, когда они возвращаются. Но для этого проходит время, когда человек уже тогда достигает своего дна. Но когда им говорят, они слышат... Ведь они приходят, мы рассказываем свои истории. Когда приходит новичок, у нас собрание проходит нацелено на новичка. Показать ему, что здесь все такие же. И он может свободно говорить. Да, он скажет. Да, он выскажется. Он скажет, что я принимаю там эту программу, я вот понимаю, что я вот такой вот плохой, я вот сделал то-то, то-то. Но в тот же момент он мыслями находится в другом месте. И супруги, ну вот родные, близкие, они такому человеку подсказывают как минимум еще один путь уйти в заведение. Ведь смотрите, у нас собрание происходит понедельник, вторник, вторник и утром, и вечером, среда, четверг. У нас свободы пока что нету. Три дня в неделю, там пятница, суббота, воскресенье. Собрание происходит вечером, с 7 до 9. На собрании у нас правило отключать мобильный телефон. То есть два часа это неконтролируемое время. да блин, для азартного человека это колондайк. Два часа независимости, два часа никто не капает на мозге, никто не звонит, никто не дергает. И человек понимает, что у меня есть два часа, я могу сказать там родным, все, я пошел на собрание, я хочу посещать 4 раза в неделю собрание, или 5 раз с утренним собранием. Но я поехал, все. Ну, к примеру, я из дома выхожу, чтобы доехать до собрания, мне это опять же нужно время, плюс время нахождения там, плюс время возвращения. У меня это получается где-то в день 3,5-4 часа, в зависимости от разных ситуаций. И это получается неконтролируемое время. То есть мне супруга может позвонить после собрания, я ей скажу, да, хорошо, сейчас я с ребятами поговорю, я еду. Но опять же у меня это временной контроль, я вот о нем рассказывал. Но, как правило, люди после собрания не звонят, не дергают. Они знают, что выключен телефон, да, сейчас закончится собрание. Это такая возможность иметь какое-то алиби. Да. Но так или иначе человек придет туда, даже если, возможно, он посчитает необходимым на какое-то время уйти и не продолжать, да, все равно это где-то на подсознании остается, и многие зависимые люди рассказывают о том, что позже они его как раз вспоминают об этой визитке, как вы говорите, достигнув дна, или же еще о том, что было тогда, что могло помочь, и ищут именно этой помощи и находят ее там. Но опять же, дело в том, что хочет ли человек это услышать, даже на подсознании. Я могу, если бы ко мне подошел человек, когда я играл, когда я был в зависимости, дал мне визитку, дал мне брошюру, что я с ней делаю? Я ее выкидываю. Это мусор, это мне мешает, оно мне не надо. Я захожу, покупаю, к примеру, та же самая лотерея, там где-то что-то написано внизу мелкими буквами, мелкими шрифтом. Но я же этого не читаю, хотя там полезная информация написана. Меня интересует только то, что вот сверху. Поэтому можно ходить, рассказывать, можно ходить с мегафоном, кричать. Важно захотеть самому. Да. Это первое, что первое правило, я должен сам признать, что у меня проблема, что я хочу ее решать. Спасибо вам, что вы пришли. Да, пожалуйста. Всегда рад с вами общаться. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...